В 92 году, представляешь, тебя может быть еще и на этом свете не было, а технический долг уже был. Понимая, что такое технический долг, мы можем его создать с помощью солида, с помощью шаблонов проектирования. Ты смотришь код, солид есть, есть, шаблон проектирования есть, есть, технический долг есть, тоже есть. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый. Вот это надо не допускать. А вот в это надо не скатываться. Простую задачу не надо решать сложными методами. Технический долг закрыт. Приветствую вас, друзья, в этом видео мы узнаем с вами, что такое технический долг, он же долг кодинга. Познакомимся с понятием, узнаем причины возникновения, чем он нам грозит и как его избежать. И перед тем, как о чем-то дискутировать, нужно определиться с понятиями, нужно ввести определение, что такое технический долг. Итак, давай начнем с базового определения, определение с Википедии. Технический долг – это накопленные в программном коде или архитектуре проблемы, связанные с пренебрежением к качеству при разработке программного обеспечения и вызывающие дополнительные затраты труда в будущем. Немножко абстрактно и пока не совсем понятно, приходится вдумываться. Теперь давай попробуем это все разжевать. Наша цель – понять, что это такое, чтобы было прозрачно. Технический долг – это та работа над кодом, которую не делает программист, но которая в дальнейшем будет мешать развитию проекта, если ее не выполнить. Программист должен, когда пишет код, произвести над ним определенные работы, но почему-то не производит. И в дальнейшем, когда мы возвращаемся к этому коду, это начинает приносить проблемы. Вот это и есть так называемый технический долг, он же долг кодинга. Плохой код, плохой дизайн, он же дизайн, плохой код, плохой дизайн, становится долгом, когда появляется потребность вернуться к нему. Доработка, переработка, повторное использование и так далее. То есть говнокод сам по себе пока еще не технический долг. Он станет и становится техническим долгом, как только появляется потребность к нему вернуться, доработать, повторно использовать и так далее. Он этого не позволит сделать нормально. Плохой код приносит прибыль в краткосрочной перспективе, как и взятые в долг деньги. Но если долг не выплатить, то приходят проблемы. Чем хорош говнокод? То, что он пишется быстро. И мы можем достаточно быстро внедрять определенные фичи на своем сайте. Создавать бизнес-логику. Помогать зарабатывать деньги клиенту. Но это как брать деньги в долг. Рано или поздно. Во-первых, придется возвращать долг. Во-вторых, придется возвращать с процентами. Если долги не возвращать и проценты не выплачивать, мы получим проблемы. И вот этой фразой мы переходим к так называемому следующему пункту. К метафорическому пояснению проблемы. Потому что вот эти определения, они как бы рассказывают о проблеме. Но осознание может пока еще не прийти для начинающих. Для продолжающих, скорее всего, это понятие они уже сталкивались с продолжающим. Но нам нужно сейчас осознать глубину проблемы. И в осознание глубины проблемы нам подходит как раз метафорическое пояснение проблемы. Ее нам предложил Уорд Каннингем. Он в том числе и предложил само определение технического долга. И тут же привел вот это вот метафорическое пояснение. Давай его разберем. Что такое технический долг? Наподобие, если человек берет в банке кредит. Берем деньги в долг. Первый шаг. Берем деньги в долг. Кредит в банке. Все у нас замечательно. У нас какая-то есть цель. Нам нужно эту цель как можно быстрее. Нам хочется ее достичь. Допустим, купить дом, купить квартиру, купить какую-нибудь дорогую машину. Мы можем самостоятельно на это заработать. Но это будет долго. Есть более простой шаг. Это взять деньги в долг. И мы тут же сможем реализовать нашу идею. Нашу задачу. Что такое взять деньги в долг? Это игнорировать дизайн. Это писать грязный код. Нам поступило ТЗ. Нам нужно... Мы можем это ТЗ выполнить за неделю. А можем за два дня. Если мы выполняем за два дня, то мы говнокодим. Мы разрешаем себе говнокодить. Мы долго не думаем над кодом. Мы не игнорируем так называемый дизайн. Мы не используем порту. Мы не используем сервисную какую-то архитектуру. Мы используем шаблон проектирования толстый контроллер. Вхерачим в контроллеры, делаем толстые модели. Ничего там по папочкам не разбираем. Все. Игнорируем дизайн абсолютно. Но решаем задачу в короткие сроки. Мы взяли деньги в долг. Проигнорировали дизайн. Написали плохой код. Что такое возврат долга? Рано или поздно мы взяли у банка деньги в долг. Нам придется этот долг возвращать. Взяли 1000 долларов. 1000 долларов. Как минимум 1000 долларов мы возвращаем. А потом сверху еще возвращаем проценты. Что такое возврат долга? 1000 долларов взяли. 1000 долларов надо вернуть. Возврат долга. Это рефакторинг. То есть когда мы создали так называемый наш толстый контроллер. Мы проигнорировали рефакторинг. Во время рефакторинга написать толстый контроллер можно в самом начале. Сразу написать контроллер, чтобы осознать код. И уже на нем, это как рисунок карандашом. Простым карандашом нарисовал эскиз. Понял, что где солнышко, где домик, где змейка, где дорога. А потом уже, когда происходит рефакторинг, ты уже отделяешь все одно от другого. И уже над этим работаешь. Мухи отдельно, котлеты отдельно. И все хорошо. Это рефакторинг. Но он не был произведен. И возврат долга, это как раз вернуться к этому коду через некоторое время. И произвести рефакторинг. То, что мы должны были сделать в самом начале. Но не сделали. Это возврат долга. Это мы всего лишь 1000 долларов взяли и 1000 долларов вернули. Но нам еще нужно вернуть проценты. Что такое выплата процентов? Выплата процентов, это замедление разработки. Из-за запутанности кода. Хорошо, если мы один сделали толстый контроллер. Закоммитили, отправили его в продакшн. И все хорошо. Тут же вернулись и исправили. Но скорее всего мы вернемся к нему когда-нибудь очень нескоро. И вернемся к нему не для того, чтобы его отрефакторить. А чтобы решить какую-то другую задачу, связанную с ним. И мы видим этот толстый контроллер. Мы видим эту логику. И мы понимаем то, что мы не можем решить свою задачу. Для этого нам нужно сначала вернуть долг. Произвести рефакторинг. А потом приступить к нашей задаче. Это и есть вот эта вот выплата процентов. Разработка у нас затягивается. Клиент говорит, добавь пункт в меню. Ты думаешь, господи, это простая задача. Сейчас добавлю 5 минут. Заходишь, а там говнокодище. Страшный механизм формирования в меню. И ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Что тебе сначала нужно отрефакторить. Понять как оно работает. А потом добавить свой пунктик. Можно конечно это и не делать. Не возвращать долг. Можно взять и дополнительный костыль поставить. И где-нибудь там просто впихнуть новый пункт в меню. Захардкодить его. Тем самым мы еще берем деньги в долг. То есть у нас один кредит есть. Мы решили его не возвращать. Мы берем еще один кредит. Для выплату первого кредита. И вот таким образом технические долги, если их не выплачивать. Они накапливаются, накапливаются, накапливаются. Как снежный ком растут. Что будет дальше? Что будет, если не выплачивать эти долги? К нам из банка приедут замечательные коллекторы. Замечательные коллекторы. Это и будет для нас крахом проекта. Если коллекторы приезжают, то скорее всего денег у вас нет. Выплатить вы не можете. И бизнес придется закрывать. Крах проекта. Что такое крах проекта? Основанный на техническом долге. Это когда сложно или невозможно модифицировать код. Очень дорогие затраты. У бизнеса нет столько денег. Если это какой-то дочерний проект у Гугла. И Гугл может себе позволить остановиться и взять с нуля все написать. Допустим. Допустим. Может есть у него на это средства. Пирожки запретит во всех офисах. Бесплатно раздавать. На сэкономленные деньги заново какой-нибудь дочерний проект заново с нуля перепишут. Может. А есть какой-то бизнес, для которого вот этот вот проект, он и был единственным доходом. И мы хотим развиваться, а развиваться мы не можем. Потому что очень дорогие затраты. Какая-нибудь простая фича будет выполняться долго. Долго означает то, что программисту нужно за это потраченное время платить деньги. Сложно будет найти разработчика нового. Допустим. Вот была команда, которая привела вот ко всему вот этому. Рано или поздно они начнут расходиться. Кому-то надоест сама специфика работы. Кто-то кому-то что-то лучшее предложит. Кому-то просто что-то надоест. Там вообще из программирования уйдет. А кто-то устанет от говнокода. Рано или поздно вот эта вот текучка, она все равно будет. И нужно будет искать новых разработчиков. На говнокод. И сложно будет найти. Когда человек столкнется с этим говнокодом. Он придет и скажет. Господи, да у вас какой-то кошмар. Что-то вот ко мне поступило 10 предложений. А нужно будет, да. Надо же будет не новичка искать. Нужно будет хорошего, опытного. Для того, чтобы он вот этот вот говнокод смог в хороший код преобразовать. Опытный человек уже нужен будет. А за опытными людьми стоят. Стоит очередь. И вот у него 10 предложений, да. А твое предложение 11. Вот с этим говнокодом. Он назнакомливается. Понимает, что вот все условия, которые ему предлагают, ему нравятся. Ему все хорошо. Кроме кода. Кодовая база вот ему совсем не нравится. А рядом с ним вот еще 9 предложений, которые можно прекрасно рассмотреть. И где кодовая база еще не до конца в долгах. Ну и естественно он туда уйдет. Сложно будет найти разработчика. И это может привести к краху проекта. Что просто вот дальше так жить невозможно. Ну и, как я и говорил выше, как я и говорил ранее, вот эту метафору рассказал нам Уорд Каннингем, когда и собственно ввел вот это вот понятие технического долга. Он же долга кодинга. В 92 году, представляешь, тебя может быть еще и на этом свете не было, а технический долг уже был. Не просто был. Его еще нашли и описали, и метафору придумали. Да. Так, давай прочтем, что конкретно написал Уорд Каннингем. Создание первого временного кода – это как влезть в долги. Небольшой долг ускоряет разработку до тех пор, пока не будет своевременно оплачиваться в виде переписывания. Опасность возникает, когда долг не погашен. Каждая минута, потраченная на не совсем правильный код, учитывается в качестве процента по этому долгу. Целые инженерные организации могут быть привлечены к простою из-за долгой нагрузки неконсолидированной реализации объектно-ориентированной или иной. Собственно, все то же самое, что мы вот здесь и разобрали. Так, что дальше? Это была метафора. Это мы находились на пункте понимания, что такое технический долг, откуда он возникает. Теперь нужно в нем чуть-чуть поковыряться. Причины возникновения. То есть он каким-то образом возникает и этому благоволят какие-то причины. Давай разберем причины. Давление бизнеса. Нам нужно здесь и сейчас, нам нужно, чтобы эта задача была выполнена вчера. Вот мы очень этого хотим. Мы очень этого хотим. Не надо нам писать красивый код. Мы вот хотим эту фичу, мы хотим этот сайт посмотреть, будет он приносить нам прибыль или нет. Надо вот ASAP. ASAP. Вот как только ASAP ты слышишь от менеджера, это синоним технический долг. ASAP в скобочках технический долг. Дальше. Сильное зацепление компонентов. Когда мы пытаемся создать некий дизайн, хотя у нас технический долг-то возникает именно из-за игнорирования дизайна, но допустим мы его не игнорируем. Мы хотим сделать хороший дизайн, но у нас не хватает опыта. И у нас идет нарушение солида, у нас идет сильное сцепление классов, сильное сцепление компонентов. Это тоже будет являться причиной. Почему причиной? Потому что когда нам нужно будет какую-то бизнес-логику менять, изменять, дополнять, нам будет сложно поменять какой-то один класс, нам будет сложно поменять какой-то второй класс, потому что они друг от друга начнут зависеть. Один меняешь, второй ломается, этот меняешь, не понимаешь на что это может, где он еще может использоваться и как это отразится. В общем проблема. Отсутствие тестов. Ну в принципе то же самое, что и вот предыдущий пункт отсутствие тестов. Чем плохо отсутствие тестов? Если, особенно если код связанный, у нас какой-то огромный проект, который разросся. Тоже метафорически схожу. Это все равно, что ты решил починить стол, который стоит на кухне. Вбиваешь в стол гвоздь, а в это время в зале у тебя ломается телевизор. Ты стол починил, идешь в зал отдохнуть, включаешь телевизор, а он не включается. И это, казалось бы, вообще не связанные вещи. Тебе в голову не придет, что поломка телевизора могла зависеть от того, что ты в стол гвоздь вбил. Но благодаря сильному связанию, благодаря тому, что тестов нет, ты внес какое-то изменение в какой-то компонент. А это все отразилось негативно где-то в какой-то абсолютно другом месте сайта, которое даже как бы и не должно было оно там сломаться. Не должно было. Но вот сломалось. И когда тестов нет, то, соответственно, мы вносим какую-то правку. И, опять же, если проект большой, мы можем не осознавать, где что может отвалиться. А были бы тесты, мы бы запустили. И, возможно, мы бы нашли сразу же поломку какую-то. Возможно. Тесты тоже 100% гарантии не дают. Тесты это такие же программки, которые пишут те же самые программисты. Тесты тоже могут в тесте накосячить. Тест на тест писать как бы не комильфо. Отсутствие документации. Тоже понятно. Есть большой функционал. Непонятно, что он делает. Непонятно, что он должен делать. Может быть, он что-то делает и не вызывает ошибку. Но, может быть, он и не должен был это делать. Может быть, он что-то другое должен был делать. Попробую, догадайся. Отсутствие документации. Документации нет. Отсутствие взаимодействия между командами. Ну, здесь подразумевается большой некий проект. Когда над одним проектом работают несколько команд, а и никакого взаимодействия нет. У этих один код достал, у этих другой код достал. Эти без технического долга пишут, а эти забили на технический долг пишут. Они взаимодействуют, обмена знаниями нету и так далее. Если же в маленькой какой-то компании, где у вас небольшое количество программистов, может какой-то быть ведущий программист, который, допустим, производит рефакторинг, говорит, что вот это вот не надо, а вот так не надо, но не объясняет почему, не заботится о том, чтобы другие члены команды тоже росли. Да, взаимодействие как бы нулевое. Либо игнорирует все. Сделал задачу, сделал. Окей, ошибок нету, нету. Запустил, посмотрел, и все, на продакшн. А что там в коде человек написал, бог его знает. Отсутствие взаимодействия между командами. Отложенный рефакторинг. Сегодня мы на говнокоде. Ну, тудушку я здесь поставлю, туду поставлю, а потом когда-нибудь отрефакторю. И в коде с тудушки. Тудушку поставил, это считай. Если тудушка улетела вместе с коммитом, а потом на продакшн, как законченная задача, вероятность того, что к ней вернуться, это, скорее всего, нет. Если поставили тудушку и тут же поставили в баг трекер, не в баг трекер, а в жиру или еще куда-то задачу на самого себя, так, у меня там тудушка, я ставлю задачу, вот после этих двух я ее вернусь и сделаю. Тогда, может быть, ее сделаю, да. Отложенный рефакторинг. Отсутствие опыта. Ну, это когда человек понятия не имеет о дизайне кода, понятия не имеет об архитектурных решениях и херачит просто, ну, вот как получится, как душа ляжет, да. Ну, и, соответственно, если нет взаимодействия в команде, то отсутствие опыта – это все. Это прямой говнокодик, а говнокодик – это потенциальный технический долг, как мы уже выяснили. Так, причины. Давай вот так вот мы свернем. Типа долгов. Типа технических долгов. Бывают неумышленные, бывают умышленные. Что значит неумышленные? Это, как ты понял из предыдущего, это когда человек не знаком с архитектурными решениями, он думает, что толстый контроллер – это нормально, толстая модель – это нормально, такие люди есть, они даже вот в комментариях на сайте, под моими видео такие товарищи встречаются, это же нормально, модель, она для этого и сделана. Я никогда, наверное, не забуду эти слова. Неумышленный, да? Он просто не знает, что можно по-другому. Все, MVC узнал, MVC все знают, шаблон проектирования основан на MVC, значит, надо делать на MVC. Он свято в это считает, и как бы логически он прав. Вот оно так сделали. Тейлор сказал, батя Тейлор сказал, вот тут контроллеры делай, и вот тут пиши. Других сущностей не создал никаких, там сервисное слово, ничего не внес, ну, значит, так надо делать. Логично, логично, да? И вот неумышленно таким образом, из-за нехватки опыта и знаний, начинаем говнокодить, говнокод уже мутирует в технический долг. Умышленный технический долг, это тоже, это когда уже, это самое плохое, это когда человек знаком с архитектурными решениями, знаком с хорошим дизайном, читал чистый код Роберта Мартина, но, тем не менее, не хочет писать. Ну, вот не хочет, он не считает это нужным. Я таких людей встречал. Бывает такое, что приходит на собеседование человек, там выполняет задачу, либо свой код показываешь, ты смотришь его код, думаешь, вау, вот это ООП, вот это он на классы раскидал, вот это вот, и понятно, и красиво, и вообще дизайн классный. Прям вот бери книгу, вот в книгу по ООП, по дизайну, клади его код, и вот на базе его кода пиши книгу. Вообще класс, да? А когда начинает писать код, вот этого всего нету в коде. Нету. И ты спрашиваешь, слушай, у тебя в резюме было написано, что ты солид, вообще только в One Love, только солид и так далее. ООП классное показал. А почему вот здесь вот так? Почему у тебя жирный контроллер? Почему у тебя класс имеет несколько ответственностей? Почему у тебя каждый метод вот такой, вот и по многу ответственности? А знаешь, что он говорит? Ну, для данной задачи это нормально пойдет. Пойдет. Ну вот я так решил, пойдет. То есть человек умышленно, умышленно делает технический долг. Вот это самое страшное. И бывает таких людей тоже не переспорить. Вот упертые как бараны. Признаки приближения к краху. Когда у нас накапливаются технические долги, рано или поздно, вот мы берем один кредит взяли, потом берем второй кредит на погашение первого, потом берем третий кредит, потом четвертый кредит, долги не выплачиваем, рефакторинг не проводим, ничего не делаем. Рано или поздно наш проект придет к краху. И в преддверии краха проект начинает признаки подавать. Признаки того, что мы скоро помрем, у нас скоро будет крах. Что это за признаки? То есть ты можешь про технические долги еще не знать, но ты когда вот эти признаки увидел, надо уже сказать стопе, пацаны, что-то вот мы уже зашли, мы перешагнули красную черту. Давай посмотрим на эти признаки. Любое изменение системы приводит к появлению новых багов. Ты сделал какую-то фичу, ты что-то исправил, но у тебя нет абсолютно никакой гарантии, что твоя фича не принесет каких-то новых багов. Что-то где-то не отвалится, гарантии нету, тестов нету, система большая, класс поменял. Он может быть хитрый где-то использоваться так, что PHP-шторм не найдет его использования, а он где-то используется, и это может привести к новому багу. Постоянные подводные камни. Тебе дают простую задачу, заказчик считает, что задача очень простая, она звучит очень просто, ты тоже читаешь, ну да, достаточно простая задача, сейчас я быстренько решу. Садишься ее делать и понимаешь, что не тут, не вот не тут, вот она вот так вот, так все просто решается. Не получается у тебя быстро сделать, по разного рода причинам, потому что код не подготовлен, потому что там вот технические долги накопились, потому что система спроектирована вот под, ровно под какое-то определенное поведение, а твое поведение, вот оно как-то расширяет его, вот хочет его расширить, так, что вот на что оно не рассчитано было, да? Да. И вот такие подводные камни, то есть ты заранее, когда тебе дают задачу, а ты заранее даже не знаешь, получится эту простую задачу простым способом решить или не получится, да? Вот, это уже вот признак. Исправленные баги возвращаются. Когда тебе ставят задачу, вот надо вот это вот исправить, ты берешь задачу, думаешь, блин, а ведь правили же. Да я точно помню, что это делали, это работало. почему оно опять возникло, как это, что произошло? Вот, вот это вот признаки тому, что технический долг у нас уже накопился, что мама, не горюешь, надо ставить паузу и выплачивать долги, делать рефакторинг, приводить корот в порядок. Если в вашем проекте так, вот, имей в виду. Ну и технические долги, это финансовые долги. Как только технический долг разрастается, когда начинаешь выплачивать проценты, простая задача, которая делалась за один день, делается за неделю. Соответственно, за один день, если она выполнялась за один день, она стоила, допустим, 300 долларов, а за неделю она будет стоить 300 умножить на 5 долларов. Это мы разобрали. Понятия, причины, типы, признаки, разобрали метафорическое пояснение проблемы. Что у нас еще осталось? У нас остались понять вообще, что с этим делать, как с этим быть, как сделать так, чтобы технических долгов не было. Ну, оно на самом деле, я думаю, пока ты это все слушал, у тебя уже у самого появились идеи, как это все делать, да, потому что как бы это все понятно, как бы все понятно. Подходы к разработке. Подходы к разработке в рамках текущего вот этой темы, да, технического долга. Вариант номер один. Каким образом происходит разработка? Не заботимся о качестве кода. Делаем фичу. Работает. Вот сказали, дважды два, должно быть четыре. Вот мы код написали. Неважно, как он написан, пофигу. Работает? Работает. Все, в продакшн. Ошибок нету? Нету. Все, в продакшн. Как он написан? Там толстый контроллер у нас. Или наоборот, там слишком переусердствовали, там очень много абстракций. Вообще пофигу. Вообще пофигу. Тимлиц смотрит, так разработал, заработал, ошибок нету, на тестовом сервере запустил, все нормально, да, все заливаем. Да, может даже сам и не посмотрит. Не заботимся о качестве кода. Первый вариант. По сути, мы берем в долг постоянно. Рефакторинг не проводим никогда. И это самый быстрый способ приехать к краху, да. То есть, если нам суждено приехать к краху, вот это самая быстрая дорожка. Второй вариант. Допустим, начали, команда начала осознавать проблему, что код у нас не очень хороший, надо периодически рефакторить. Но привычка писать быстро код и приучили еще клиента, приучили к быстрому получению, да, результата. Тоже клиенту сложно, может быть сложно объяснить, что вот раньше ты результат получал быстро, а теперь ты будешь результат получать медленно. Да. Но решаем внедрять периодический рефакторинг. То есть, говнокодим, говнокодим, говнокодим. Делаем паузу, допустим, неделю выделяем, два дня выделяем, часть команды выделяем и определенные функционалы мы рефакторим. Потом дальше начинаем говнокодить, говнокодить, опять делаем паузу, да. Что при этом происходит? Особых результатов это не даст, потому что технический долг, он все равно будет, он накапливается, его сливает, он накапливается, его сливает. Но в тот момент, когда он накапливается, это же как снежный ком. Ты делаешь один класс, потом следующий, еще не успели его отрефакторить, на базе него строишь что-то другое, одно от другого начинает зависеть, оно начинает на него смотреть, и ты по-человечески уже вернуться и рефакторить там начало, уже будет сложно, да. Технический долг, он наиболее опасен, когда идет начало развития проекта, когда пишется какое-то ядро, какая-то базовая архитектура, и потом на нее уже все наслаивается, 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 и ты понимаешь, и ты где-то на 10 слое, ты понимаешь, так, 10 слой работает плохо, а чтобы он работал хорошо, нужно вернуться в первый слой и его отрефакторить. Но ты понимаешь, что рефакторинг первого слоя, это значит, сразу нужно будет второй слой, третий, четвертый, и все слои нужно будет отрефакторить, и только тогда, только тогда можно заработать, можно заливать, да, то есть это проект поставить, по сути, на паузу его развития полную и заняться рефакторингом, да, тяжело. Дальше, и наиболее получается оптимальный путь, это рефакторинг производится по завершению задачи. Что это значит, да, как я тоже метафорически говорил, когда мы создаем, допустим, задачу, допустим, у нас не получается осознать, ну, конечно, лучше вначале осознать, нарисовать, там, классы и так далее, что, что куда идет, куда, может быть, оно и не получается осознать. Ты хочешь быстренько код накидать, чтобы уже, то есть не в программе, не на бумажке это нарисовать, а буквально нарисовать это в файлике кодом, да, это тоже так можно сделать. То есть ты делаешь, по сути, толстый контроллер, ты сделал этот самый черновик, нарисовал картину от руки простым карандашом, и ты понимаешь, ага, так, ну, вот это солнышко, вот это травка, вот это домик, а вот это определяешь, да, определяешь сущности, вот это тропинка, и все, и выделяешь солнышко сюда, его желтым цветом тропинку сюда, таким цветом змею сюда, домик сюда, и все, и разделил, да, то есть, когда ты выполнил задачу, когда ты нарисовал это все простым карандашом, По сути формально она выполнена, потому что ошибку она не выдает, на вход идут одни данные, выходят нужные данные, выходят тоже нужные данные, все как заказал клиент, то есть формально его раньше вот на этом шаге его так и отдавали, но ты вот посмотрел и теперь ты уже берешь простой карандаш, убираешь и по-человечески все это разграничиваешь. Это и есть сразу рефакторинг моментальный и этот рефакторинг будет сделать гораздо быстрее, чем вернуться к этой задаче потом, если допустим ты делал задачу сутки, один рабочий день потратил, сделал задачу, то на рефакторинг у тебя уйдет час-два допустим, ну ладно три часа пусть уйдет на рефакторинг, чтобы по классам все это раскидать. Все, у тебя как бы картина есть, она перед глазами все есть, ты уже все свизуализировал, все увидел, тебе осталось только раскидать и протестировать, может быть еще тесты написать, если тесты используют у вас. Сразу не отходя от кассы, это можно будет сделать гораздо быстрее, если поставить тудушку и, ну у нас мы второй способ используем, потом вернемся или кто-то вообще другой вернется. Потом будет сложно вспомнить, даже самому тебе, который ты написал этот код, тебе будет сложно вспомнить, так, что это, это кто это, это, а, это солнышко, это змея, зачем змея сюда пойдет, солнышко, змея, домик, зачем? Пока ты вспомнишь, пока ты это, короче, сразу не отходя от кассы, получается гораздо быстрее. То же самое с документацией, документацию писать, закончил задачу, тут же пиши документацию, тут же. Потом, для чего пишется документация? Потому что код сложный, какие-то механики сложные и надо их задокументировать, для того, чтобы и тебе, и другому человеку было понятно, как с этим работать. Да, то есть мы говорим о том, что механика сложная. Если ты пишешь сразу на горячую, да, ты это все помнишь, ты только что это все реализовал, ты можешь моментально тут же это все написать. Но если ты возвращаешься через неделю к этой документации, ты уже там можешь половину забыть, особенно если что-то сложное там было. И тебе нужно будет выплачивать проценты, не просто долг вернуть, не просто рефакторинг, документацию, проценты ты уже начинаешь выплачивать, да. То есть отложенная вот эта вот, отложенная рефакторинг, он все равно там проценты будет, они поменьше будут, но они будут. Лучше делать это сразу. И только в крайнем случае, и только в крайнем случае делаем костыли, да, когда вот действительно нужно очень быстро. Либо мы на сайт хотим добавить какую-то фичу, но потом мы знаем, что мы эту фичу, от нее откажемся. Мы вот добавили, она поработала две недели, а потом мы ее удаляем. Тогда можно смело на говнокодить, положить ее, быстренько реализовать. Положили, сделали, все, потом удалили, shift delete ее, чтобы в истории вообще ее не было. Тогда можно. Либо что-то срочно сломалось. У тебя два варианта. Да, сломалось все, в этот момент все очень плохо. Ты откатиться тоже не можешь, потому что там оно сломалось не сразу, заметили, не сразу. Там уже много чего сверху поналожили. И у тебя два варианта. Ну, несколько вариантов получается. Все-таки откатиться все-таки как-то, да, комит свой откатиться, злосчастный. Либо поставить костыль очень быстро. И пока костыль стоит, все нормально. Ты ищешь ошибку, а потом хотфикс заливаешь. Вот это вот и будет. Вот этот костыль, который подпереть, это и будет быстрое решение, да. Говнокостыль вставили, ночью эта авария случилась, ты говнокостыль ночью вставил. Работает, работает. Утром просыпаешься и начинаешь делать, да. В общем, в идеале нужно рефакторить по завершению задачи, формальному завершению задачи. Ты еще не говоришь, что ты завершил. Или можешь сказать, когда спросят тебя, что там по задаче. Да я ее сделал, но сейчас я ее буду приводить в порядок. Почищу код. Вот так можно сказать. Теперь про оптимизацию кода, да. То есть мы сделали, наговнокодилили. У нас картина ясна. И мы производим этот рефакторинг даже вот сейчас. Даже производя рефакторинг, не отходя от кассы, мы можем создать технический долг. Не желая создавать технический долг, понимая, что такое технический долг, мы можем его создать с помощью солида, с помощью шаблонов проектирования. Ты смотришь код, солид есть, есть. Шаблон проектирования есть, есть. Технический долг есть, тоже есть. Наличие шаблонов проектирования и солида не отменяет появление технического долга. Вот это самое отвратительное, вот это самое неприятное, сука. Как оно появляется, сейчас мы узнаем. Уровни оптимизации кода. Вот они. Вот они, шайтан. Уровни оптимизации кода. Каким образом мы можем оптимизировать код, да? Чтобы предотвратить технический долг. Либо не предотвратить. Мало оптимизации, да? Когда мы вообще не оптимизируем, все, мы толстый контроллер написали. Херак, херак, в продакшн улетел, шайтан. Мало оптимизации, фичи выполняются быстро, все у нас хорошо. Получаем спагетти код. Получаем спагетти код. Что такое у нас спагетти код? Это плохо структурированный, слабо спроектированный, запутанный код. Самый распространенный шаблон проектирования. И из него, из спагетти кода, вытекает так называемый пицца код. Вот пример слишком плоской архитектуры. Это вот когда вступительное видео к порту было, когда я рассказывал, что вот у нас есть Laravel, есть базовая архитектура, контроллеры лежат тут, джобы лежат тут, команда лежат тут. И мы херачим. Контроллеры все в одну папочку, джобы все в одну папочку. В лучшем случае по папкам мы разберем это все. Для небольшого проекта это норма, нормально, путаницы не будет. Для большого проекта это очень плохо. Это как раз вот пицца код. Толстые контроллеры, потом все они лежат рядышком, все в одном месте, красавчики такие. И вот мы получаем пицца код. Это когда мало оптимизации, это когда большой процент, большая суда взята из банка под большой процент. Отдавать мы не можем, потому что полубомжи. Мозгов нету. Поэтому отдавать не можем. Ну, золотая середина, это вот то, к чему надо прийти, золотая середина. Нужно осознать, что такое мало оптимизации. Нужно осознать вот эти вот спагетти код, пицца код осознать. Посмотреть курс про порту, чтобы пришло осознание. И теперь есть еще такое понимание, как чрезмерно много оптимизации. Этим грешат такие педантичные разработчики, такие задроты в хорошем смысле этого слова, которые знают Solid и прям вот хотят его применять, которые знают шаблоны проектирования, прям везде хотят его применять, еще и других заставляют. Чрезмерно много оптимизации. Что это такое? У этого тоже есть свои названия. Код чрезмерно много оптимизации. Код, в котором слишком много для данной задачи слоев абстракции. Слишком мало это у нас, когда один год объект или один год метод, который там 50 ответственности. А слишком много это когда вроде бы простая задача, но у нее 500 классов очень мелких, куча просто. Потом еще 400 этих интерфейсов, потом мы еще по интерфейсам от интерфейсов работаем, потом еще там 5 шаблонов проектирования внутри там с друг с другом перемешанные работают. А задача, она как бы простая. Тебе присылает человек на рефакторинг код, говорит, я сделал. Ты такой открываешь, блин, вот классно, смотри, солид есть, шаблоны проектирования есть, а нихера не понятно. И ты начинаешь думать, блин, то ли лыжи не едут, то ли я долбанутый. Такая мысль приходит в голову. А если такой код увидит начинающий, начинающий программист, когда он еще не знаком с такими понятиями, он скажет, господи, какой я идиот, какой я дурак. Вроде учишься, учишься, а до сих пор дурак. Что такое? Ненавижу это программирование. Ну и, собственно, определение. Лазанья-код. В попытке использовать принцип слоеного теста для избавления от спагетти-кода. Был спагетти-код, и мы начинаем разные слои вносить, разбивать на классы. Слои оказываются слишком зависимыми друг от друга, и любое изменение в одном уровне портит весь проект. Одна небольшая задача разбита на 500 компонентов, на 500 классов, но эти классы, они спроектированы не очень удачно, и друг от друга очень сильно зависят. И ты не можешь вытащить этот кирпичик и вставить туда другой кирпичик, потому что вытаскивай этот кирпичик, от него что-то зависит, и вот как-то новый кирпичик, ну хрен его знает, как он туда вставится. Вот оно слишком вот так оно все, как вот вслеплено все, вот оно там друг с другом. Равиоли-код. Этот код легко понять в классе, но в контексте всего проекта ни хера не понятно. Та же самая небольшая задача, разбита на 500 классов, и вроде солид есть, и вроде как бы методы маленькие, по одной ответственности, вообще очень маленькие методы. И ты начинаешь, думаешь, так, сейчас посмотрю, как оно идет. Заходишь в этот класс, ага, так, сейчас вот этот запускается, потом сюда, потом сюда, потом мы попадаем сюда, потом сюда, а потом в голове у тебя заканчивается оперативная память. Ты забыл, зачем мы сюда шли, какую задачу, какую цель мы вообще последовали. Так, блин, как я здесь оказался? Ну-ка, на дерево каталогов, на дерево каталогов смотришь. Как здесь? А почему я тут? А как я сюда попал? Так, ага, этот класс, а потом этот, а потом этот, а потом этот, а потом этот. И вот в этих мелких классах ты, когда метод читаешь, над ним старались, над названием, да, он говорит о себе, что он делает. Но в рамках проекта непонятно, что это, блин, что это за механика, зачем он это делает, непонятно. Потому что все настолько минимизировано. Там не на кирпичике разбито, а на атомы разбито. Вот, к сожалению, этим тоже грешат уже серьезные программисты. И такой код, равиоли-код и лазанья-код. Ну, лазанья-код это равиоли-код, который сделан с ошибкой. Да, там вот это вот сцепление большое. А от сцепления избавились, получили равиоли-код. А где пахлава-код? Я, наверное, перепутал. Слушай, пахлава-код, она равиоли-код. Легко понять в классе. Кто-то здесь пахлавой был. Где пахлава-код? Он должен был тоже быть. Короче, кто-то из них пахлава-код, либо пахлава-код это примерно то же самое, что и вот это. Запутался я в этих пищевых, блин, штуках. Поэтому нужно во всем в этом, когда вот на этом этапе производится рефакторинг, ну или вот на этом этапе производится рефакторинг, не скатиться вот к этому. Не скатиться вот к этому. Вот это надо не допускать. Вот это надо не допускать. А вот в это надо не скатываться. Потому что можно благими намерениями прийти вот к этому. напишешь код, будешь думать какой я красавчик, у меня все по солиду, у меня все чистенько у меня маленькие методы имя метода говорит само за себя, phpdoc я писать не буду потому что Боб Мартин сказал нахер это не надо, зашквар это все phpdoc писать, пусть метод за себя все скажет вот к этому очень легко подойти чрезмерно много оптимизации простую задачу не надо решать сложными методами простая задача должна быть решена простым способом далеко даже не так не всегда не всегда метод имеющий две ответственности это зашквар не всегда если от этого это надо избавляться, это плохо когда у метода или у класса две ответственности, лучше надо стремиться к тому, чтобы по одной ответственности было но надо вот этот тоже момент учитывать в лазанье код, ровиоли код в пахлава код не попасть почему я пахлаву код сюда не добавил по 10 раз все пересматривал красоту наводил про пахлаву код я сначала узнал про пахлаву код а потом вот про эти где пахлава код ну собственно используемая литература то на что я отталкивался рассказывая вот это вот все помимо своего опыта нет, даже не так я отталкивался от этого плюс еще и от своего опыта был я и вот тут был я и вот тут очень хочется быть здесь но я не уверен что я уже тут пока еще не уверен я могу и вот так вот и вот так вот могу вот так, друзья давай так сделаю красоту такую чик-чик не очень красиво получилось ну ладно на этом вроде все вроде как бы все рассказал технический долг закрыт спасибо за просмотр всего тебе хорошего не болей удачи чтобы все у тебя было хорошо все, пока